Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Мир вам и радость от Господа. С днем памяти апостолов от семидесяти Иосона и Сосипатра, мученицы Киркиры Девы и иных с ними пострадавших, мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, святителя Кирилла, епископа Туровского, мучеников Сатарния, Иокисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Ефрасия, Мамия, Мурина, Зенона, Евсевия, Неона и Виталия, мученицы Анны Шашкиной и всех чтимых святых сегодняшнего дня. После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Яноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоановых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему, «Раввиль, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли, земной, и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, Син запечатлел, что Бог истинен. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. По окончании праздника Христос отправился из Иерусалима в землю иудейскую. Под землей иудейской в то время подразумевалась область, ограниченная с севера крайними пределами Самарии, с юга – краем пустыни Уверсавии, с запада – низинами Филистимской равнины, и с востока – линии Иордана и Мертвого моря. Иерусалим же, как главный город земли обетованной, выделялся из этой области. Очень вероятно, что такое пребывание Христа в земле иудейской было довольно продолжительно, так что он успел проповедать весть о приближении Царства Небесного по всем пределам иудеи. Он также совершал при проповеди и обряд крещения, как Иоанн. Но между крещением Иоанна и крещением Христовым существовало довольно большое различие. Во-первых, Христос совершал крещение не Сам, а через учеников Своих. И во-вторых, Его крещение было не только внешним знаком покаяния для крестившихся, а особым обрядом, через который люди вступали в число последователей Христа. Затем Иоанн крестил, проповедуя о приближении Мессии, а Христос проповедуя о Царстве Небесном. Конечно, он указывал на самого себя, как на основателя этого царства, и начал образовывать вокруг себя многочисленное общество верующих. Этого он не делал в бытность свою в Иерусалиме. А Иоанн также крестил в Яноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда, и крестились. В это время продолжал свою деятельность Иоанн Креститель, так как он, выступив на служение по повелению Божию, не мог самовольно, без нового повеления Божия прекратить свою деятельность. Но где находился Янон, в водах которого крестил тогда Иоанн? Близ Салима, замечает евангелист. Между тем, нам неизвестно и то, где находился Салим. Несомненно только, что это место находилось к западу от Иордана, так как ученики Крестителя в своем обращении к Иоанну дают понять, что они находятся со своим Учителем на западной стороне Иордана. И сам спор учеников Иоанна о сравнительном достоинстве крещения Христа и Иоанна становится понятным только при том предположении, что Христос и Иоанн пребывали в то время в одной области, то есть в Иудее. В точности нельзя указать местонахождение Янона, но вероятно, что он находился при одном из потоков, впадавших в Мертвое море с запада. В потоке этом было много воды, что и привлекло сюда Крестителя, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Замечание о том, что Иоанн тогда еще не был заключен в темницу, Евангелист делает ввиду того, что согласно синоптикам, например, Матфею, Иоанн был заключен в темницу почти тотчас же за крещением Христа, и, следовательно, не остается времени для его деятельности, о которой говорит Евангелист Иоанн в рассматриваемом разделе. Чтобы читатели не соблазнились представляющимся здесь противоречием, Евангелист и спешит поправить показания синоптиков о времени заключения Крестителя в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с Иудеями об очищении. Некоторые иудеи, или по другому чтению один иудей, вступили в состязание с учениками Иоанна об очищении, то есть об обычаях иудеев обмывать посуду и самим омываться, а отсюда, вероятно, перешли и к спору о сравнительном достоинстве крещения, совершавшегося Иоанном, и крещения, совершавшегося Христом. Очень может быть, что иудеи указывали ученикам Крестителя на бесполезность его деятельности, когда появился уже тот, кому обращал взоры своих учеников, сам Иоанн. Говорили они, конечно, и о том необычайном успехе, какой имел новый проповедник. «И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Деятельность Христа возбудила зависть в учениках Крестителя и вместе ревность о славе своего Учителя, которая теперь, видимо, шла на убыль. Они высказывают свое раздражение Иоанну, надеясь, что он предпримет какие-либо меры к тому, чтобы побудить Христа удалиться из той области, какую избрал местом своей деятельности Иоанн, ведь Креститель так много сделал для Христа своим свидетельством о нем, как о Мессии. Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». В ответ своим ученикам Креститель прежде всего говорит, что всякий успех, который кто-либо имеет в своем деле, зависит всецело от воли Божией. Это дар Божий. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним». Далее Иоанн припоминает своим ученикам в точности слова, которые он сказал о Христе, и которые, конечно, не были неизвестны и ученикам Его. А он говорил, что не он Иоанн Христос, а только послан перед Ним, то есть перед Иисусом как Христом, «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха, сия-то радость моя исполнилась». Разъясняя свое отношение ко Христу, Креститель сравнивает себя с другом жениха, игравшим у евреев главную роль во всем процессе заключения брака. Конечно, этому другу было весьма приятно, когда он видел, что его дело сватовства пришло к желанному концу, и когда он слышал разговор новобрачной четы. Креститель также приготовил людей к принятию Христа, который теперь собирал вокруг себя общину верующих или церковь, ибо церковь была невестой этого небесного жениха. Из этих слов Крестителя мы вправе заключить, что ему было уже известно и ранее, чем донесли его ученики об успехе, который имел Христос в Иудее, и это давало ему радостную уверенность в том, что дело Христа придет к желанной цели, и ему должно расти, а мне умоляться. Если деятельность Иоанна идет теперь к окончанию, а деятельность Христа все возрастает, то этому так и подобало быть. Разъяснение такого заявления дается ниже, в речи о достоинстве Христа. Первое преимущество лица Господа Иисуса Христа состоит в его небесном, свыше, происхождении. Выражение «приходящий свыше» обозначает именно неизреченное рождение слова от Бога Отца, а не посланничество Христа на служение, потому что и сам Креститель был также послан свыше. Такое преимущество Христа устраняет всякую мысль о том, чтобы с Ним возможно было какое-либо соревнование. Он выше всех. Но кого разумеет далее Креститель, подземным и говорящим от земли? Многие толкователи полагают, что Он говорит здесь о себе самом, но с таким мнением нельзя согласиться. Иоанн все-таки был пророк, удостоенный божественных откровений и говоривший народу как посланник неба. Он свидетельствовал перед своими учениками и народом о том, что слышал и видел. Лучше видеть здесь указания на других, обыкновенных учителей иудейских, с которыми, конечно, тогда сравнивали Христа как нового раввина. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельства его. Второе преимущество Христа – это несравненное превосходство его учения. Господь говорил только то, что знал непосредственно, что слышал и видел на небе. Поэтому-то количество последователей Христа, которое ученикам Крестителя казалось слишком большим, ему самому представляется очень незначительным ввиду высокого достоинства учения Христова. Иоанн спешит, однако, отвлечь взор своих учеников от печальной картины, которую представляли собой не веровавшей проповеди Христа, и обращает их внимание на те результаты, какие переживаются верующими в Его Слово. Жизнь этих верующих совершенно изменилась, и они, получая во Христе благодать Божию, этим самым свидетельствуют со всею твердостью, прилагают печать свою, что обещания, которые дал Бог им через Иоанна Крестителя, действительно приходят в исполнение. Они стали много лучше, чем были прежде, и сами являются печатью, удостоверяющей истинность Божиих обетований.